Большое спасибо за это очень приятное представление. Для меня большая честь быть здесь. Сегодня я постараюсь представить несколько результатов нашего исследования, которые мы провели с участием нескольких университетов в проектах двустороннего сотрудничества. Один мы начали с Казанью в этом году в апреле, а два других проекта, которые я буду представлять, один с университетом Нью-Йорка, а другой с Тайванью, который мы проводили в прошлом году. Мы сможем обсудить тему интернационализации высшего образования, учебного плана и содержания высшего образования. Вначале я бы хотел сказать несколько моментов, связанных с балансским процессом, чтобы подчеркнуть важность профессиональных компетенций наших выпускников. С учетом тех требований, которыми они сталкиваются и которыми они должны соответствовать в глобальном контексте. Мы хотим предложить несколько методик обучения, которые предполагают использование компьютерной технологии и коллаборативного сотрудничества, и обучение, целью которых является принести аутентичный опыт, аутентичные работы в их класс. В качестве кейса я представлю опыт, как я уже сказал, трех университетов. Университет города Нью-Йорка, университет Тайваня, который… И еще один проект, который мы реализуем вместе с Казанским университетом. В рамках балансского процесса основное внимание было выделено международному опыту, с тем, чтобы студенты разработали программы обучения, которые были бы соотносимы с результатами, которые укладываются, интегрируются в международный контекст. Мобильность профессор-копедавательского состава и студентов обеспечивалась, и определение компетенций, результатов обучения обсуждались и вырабатывались вместе с работодателями. В последнее время основное внимание в рамках этих компетенций уделялся профессиональным компетенциям. И в рамках этих профессиональных компетенций подчеркивалось поделиться из компетенций межкультурных коммуникаций, в мультикультурном контексте, в создании сетей стратегии сотрудничества, которые нам необходимо принимать в внимание, не только в контекстах какого-то отдельного государства, а на международном пространстве. Наши студенты должны отвечать требованиям, чтобы быть способными создавать и строить свою карьеру и добиваться успеха на международной арене. В поиске новых подходов, которые позволили бы им создать... И также отмечаю, что мобильность возможна только для 3,2% всех студентов Европы через программы Erasmus. Мы также должны рассмотреть другие программы, которые позволят принести этот опыт обучения. Мы должны предоставить студентам возможность действовать и выступать, работать успешно на международном рынке. И поэтому мы обсуждаем интернационализацию в рамках национальной паразимы, также и на международной арене. И, в общем-то, это центр нашего внимания, интернационализация. Нам нужно подумать о методах, о содержании, о подходах к той среде, в которой происходит обучение, которая позволяет им развивать эти компетенции и развиваться, чтобы они были успешными в международном контексте. The results of the European survey among 38 countries about what they do in terms of internationalization shows this picture. There are many options. How teachers, how administration, how university students perceive internationalization. Majority still connects internationalization with something what is happening abroad or what is happening in collaboration with some partners abroad. And here we have exchange placements, work placements. Местами, рабочими местами, стратегическим партнерством, с программами двойных дипломов. Это интернациональный маркетинг. Мы включаемся в разработку проектов для студентов, для обучения с поддержкой IT-технологий. Интернационализация дома, внутри страны, всё ещё не ясная. И многое предстоит сделать. Обучающие программы развиваются в Словении таким образом, для того, чтобы усилить администрацию, улучшить их знания и подвести их к тому, чтобы они думали инновационно и осуществить на практике данные требования. В Словении существует масса документов, которые регулируют решение этой проблемы. Но результаты не такие, какими бы хотелось бы. Студенты уезжают за границы по обменным программам, но, тем не менее, они не приобретают всех навыков и компетенций, которые им необходимы. И мы работаем в Европе в рамках этого проекта. И мы сосредоточены на компетенциях, которые позволят работать на международном рынке. Но методы и подходы к обучению не происходят должным образом. И я бы хотела представить наши примеры, наши усилия, которые мы предпринимали в представлении компьютерно обеспеченного обучения. Я хочу поделиться опытом и сотрудничеством на международном уровне в рамках межкультурной коммуникации. И обучающая среда, мы сосредоточены на специализированных предметах, а также на цифровых компетенциях, на сетевых компетенциях, как одной из важных компетенций, которые определяются современными стандартами. И мы полагаем, что такая обучающая среда позволит нам приблизиться к многокультурному опыту или межкультурному опыту. Два метода и две среды, к которым были применены эти практики. Одна – это цифровая среда, и другая – это социальная среда и соцсети. Две цифровые практики – это аутентичные практики нашего молодого поколения, наших студентов. Цифровое повествование, цифровое исследование – это то, что обеспечивает возможность для авторов выйти на обсуждение, на создание зданий. Они также очень образованы в своей области. Это позволяет делиться наработанным опытом и знаниями в совместной работе. Цифровые технологии могут стать тем, что объединит различные виды выражения знаний. Наши студенты использовали, когда мы только начинали, ППТ-презентации, веб-дизайн, мультимедийные технологии. Сегодняшние технологии более основаны на видеотехнологиях, и цифровые технологии основаны на повествовании с помощью видеоряда. И вторая технология – это обучающая среда, которую мы применяем к соцсетям. Это социальные сети, как мы полагаем, они могут подвинуть студентов и способствовать тому, чтобы студенты учались на более автономном уровне, когда они могут делиться и обращать свое свободное время в учебный опыт. Социальные сети более узнаваемы в развитии карьеры, в процессе становления карьеры – это нетворкинг для поиска работы, для развития своих профилей в профессиональной карьере. И эта среда объединяет студентов из различных национальных контекстов, и это предоставляет возможность работать в сетях для них вместе. Это в Словении интернационализация учебных программ и учебных планов была основана на проекте на государственном уровне, и этот подход был призван разработать определенные общие методологии, которые будут максимально приближены к тому, что необходимо для учителей. Сначала мы разработали несколько примеров, и далее мы стимулировали эти примеры через различные каналы, которые донесли эти примеры до учителей, в надежде, что это будет мотивировать их работу, или, возможно, они будут разрабатывать свои новые идеи, представлять новые идеи. Мы более сосредоточены на межкультурной коммуникации, но это происходило при поддержке разнообразных дисциплинарных компетенций и общих компетенций. И это важно упомянуть о том, что нужно. Мы начали думать об этом уже во время учебных лет, во время планирования карьеры, и все эти данные важны для развития карьерной компетенции, профессиональной компетенции. Когда мы проводили опрос среди профессоров и университетских сотрудников, они думали, что необходимо, что вы интегрируете в свой преподавательский контент опыт того, как работают за границей. Но этого недостаточно, и мы должны предоставлять развитие компетенций, которые можно проверить только на практике. И мы бы хотели перенести знания об интернациональном контексте, междисциплинарной, на профессию, на компетенции, для того, чтобы работать внутри международного контекста. С теми задачами, как они могут активно работать в различных международных, на международном рынке. Все более и более они сталкиваются с цифровой работой, дистрибутивной работой, они участвуют в международных группах либо на своем рабочем месте, либо выезжая за границу. И первое, это цифровая компетенция, которая является частью установления межкультурной коммуникации, компетенции, которые применяются, используют различные цифровые технологии. И здесь сосредоточенность от студентов требует возможности работы в межнациональных командах. И от студентов ждут опыта и мобильности. Как это можно осуществить, когда меньше, чем 40% студентов в Европе способны выехать за границу для работы? И что ожидают студенты? Они ожидают и надеются на то, что их возможности в карьерном росте и в карьерном менеджменте, и они надеются больше выучить о различных группах, в различных контекстах. Таким образом, нам необходимо обратиться к различным уровням учебных программ и учебных планов, формальные и неформальные. Учителям необходимо понимать и чувствовать, что осуществление международного опыта, развитие способностей студентов, это не только передача знаний, презентация каких-то тем и стандартов по всей Европе или Азии, но это то, что обеспечивает их аутентичную, дает им обучающую среду, где они имеют возможность участвовать в развитии в разных социальных сферах, для того, чтобы впоследствии иметь возможность работать на международном рынке. И здесь следующий пример, когда мы разработали междисциплинарный подход, чтобы стимулировать наших студентов обучаться именно в такой среде. из Любляны мы привлекли факультет образования будущих учителей, факультет электронной инженерии и медиаинженеров. Из Нью-Йорка у нас была группа студентов, которые изучают литературе, и нашей задачей было выяснить, что общего между тремя программами, как мы разрабатываем междисциплинарную обучающую среду, чтобы студенты извлекли пользу из-за этого обучения. И мы упомянули три темы цифровые компетенции, нетворкинг, коммуникации в межкультурном контексте, и это были основные компетенции, к которым мы обращались, но специфические компетенции для каждой группы были разными. Для инженеров было необходимо понять опыт пользователей, которые пользуются различными цифровыми инструментами, чтобы понять, как организовать обучение, работой с этими инструментами. И если мы посмотрим на группу американских студентов, они разрабатывали по литературе, они разрабатывали курс по письму и как опять-таки применять цифровые технологии в обучении письмом. Самое сложное задание было объединить три группы между тремя преподавателями, которые были из разных дисциплинарных областей и разработать для того, чтобы они смогли разработать опыт работы вместе. И мы пришли к соглашению. Наша совместная работа будет проводиться и оцениваться внутри наших курсов. Это не только то, чем мы занимались в свободное время. Это был обязательный курс. И далее мы разработали синхронную и несинхронную работу и задания, которые они выполняли, мы обсуждали и мы принимали во внимание технологический аспект. Преподаватели были ответственны за представление, за организацию совместной работы. Студенты из Нью-Йорка были более сосредоточены на обучение письмо. Мы организовали здесь как раз группа студентов из Нью-Йорка. Мы организовали эту групповую работу и большое внимание было уделено теме, которая была интересна для наших студентов. И первая тема, которую мы выбрали, было мое соседство. И студенты разрабатывали цифровые истории про своих соседей. Студенты из Нью-Йорка представили различные районы Нью-Йорка. Студенты из Словении, которая является маленькой страной. И наши студенты приезжают со всех уголков нашей страны и они также представили нашу страну. Это было первое задание. Это было нетрудно для студентов, им это нравилось. Студенты и инженеры были экспертами в области технологии, им было проще представить свою историю. И второе задание, которое мы разработали, касалось новых технологий, как новая среда изменила процесс общения между сверстниками. И вторая задача была сложнее для них. Это касалось того, как внедрение смартфонов меняет образ общения между сверстниками. И они также придумали различные истории, например, о межгендерном общении между партнерами. коммуникациями. Некоторые представили историческое развитие коммуникационных инструментов. А далее это был междисциплинарный опыт. Следующий опыт касался был сосредоточен на межкультурном влиянии. у нас была группа из Тайваня и Словении. Мы здесь рассматривали совершенно другие темы для обсуждения. Как общаться между европейцами и тайваньцами. И мы предполагали, что у нас будут некоторые сложности в разработке заданий, которые будут не слишком знакомы для них. И здесь у нас было две темы. Одна из них была устойчивое развитие в туризме. И студенты из Тайваня и Словении придумывали свои истории. Мы потом их сравнивали, как понятие об устойчивом развитии разнятся в Тайване и Словении. И другая тема была устойчивое развитие туризма. И вторая тема была еда в межкультурном пространстве. И они также выступали с презентациями о развитии национальной кухни. Они разрабатывали мультицифровые истории. и они также подходили к этому по-разному. Они принимали во внимание окружающую среду, традиции в одежде и как традиции отличаются вплоть до наших дней. людей. И эти презентации дают нам понятие об интернационализации учебных планов. И мы пытались мотивировать студентов, чтобы они работали и думали творчески, как связать межкультурный опыт и как привязать его к работе в наших классах и с нашими студентами. Большое спасибо.